МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которые выделили еще два вида ранее неизвестных здесь представительниц фауны. Найден один вид бабочки, которая в Красной книге. Это медведица-хозяйка. И один вид, который вообще не занесен в нашу Красную книгу. То есть он не регистрировался на территории Белоруссии. Он тоже найден. Этому надо еще дать подтверждение. Но так как это говорит очень уважаемый человек, который знает, я абсолютно этому верю. В этом году ученые Национальной академии наук в Днепросорский заповедник приехали во второй, но явно не в последний раз. Программа очень насыщенная. Необходимо найти редкие, а если повезет, то и новые виды флоры и фауны. Другое дело, что в разряд новых иной раз могут попасть виды, исчезнувшие по вине человека. В заказниках эта проблема не такая острая. Однако на других территориях существует. Допустим, выжигание дубов пасечниками для борьбы с шершнями. То есть такой вот метод не приветствуется, потому что если мы возьмем большой дуб, у него есть сухобочина, там вводится около 10 или 15 вот этих краснокнижных видов. И когда гнездо шершня выжигается вместе с этим дубом, все эти виды, естественно, исчезают. Создание новых популяций, тех же жуков, которые когда-то были достаточно широко распространены в Беларуси, одна из главных задач научных экспедиций. Во время работы в Днепросорском в природную среду выпускаются большие дубовые усачи. Сегодня на территории страны известны всего три его более-менее значительные популяции. Это первая попытка создания новой популяции, большого дубового усача, глобально угрожаемого вида. Это попытка создать новую популяцию на территории Беларуси, потому что основная концентрация этого вида в центральном полесе, вдоль Припяти, в заливных дубравах. Вид очень стонотопный, оседлый, он не может разлетаться и самостоятельно создавать новые какие-то поселения. Большими преградами являются те же крупные реки, да, возможно, и мелкие реки. Поэтому вид очень локален. Экологическое просвещение населения и организация полноценного отдыха. Сегодня эти направления в работе заказников Гомельской области тоже среди приоритетов. Статус особо охраняемых территорий совсем не значит, что попасть сюда невозможно. В заказнике Смычок, например, для туристов даже разработали пешую и водную экологические тропы. Это действительно не только красиво, но и познавательно. Существующий природоохранный режим вообще поспособствовал не только сохранению, но и расширению экологического разнообразия. На территории заказника 456 видов растений, 21 вид животных. Можно увидеть лося, косулю, бобра. Даже рысь у нас водится. Пожалуй, наиболее большая в этом заказнике популяция бакланов – до 3000 птиц. Увидеть их можно на одном из озер. Правда, такое количество создает и свои проблемы, и рыбы уничтожается много, и дубы, на которых эти птицы гнездятся, усыхают. Об этом туристам тоже обязательно расскажут. Их в смычке ждут всегда. Даже передвижной дом для этих целей приобрели. Кроме того, в начале сезона привели в порядок туристические тропы. Экологи надеются, белорусы оценят преимущество отдыха на малой родине. Особенно во время, когда попасть на зарубежные курорты не всегда возможно. Здесь сделано все, в том числе с участием и Гомельского областного комитета природных ресурсов, и областного бюджета вложено немалое средство для развития экологического туризма. Функционирует и экотуристическая база, есть мобильный домик для отдыха прямо на природе, прямо на территории заказника. И любой желающий за приемлемую цену может здесь отдохнуть. Это, считаю, особенно актуально в условиях пандемии, когда отдых за рубежом практически для белорусов сейчас невозможен. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели.